Я вас приветствую, дорогие друзья, вас зовут Семас Приятень. Тема сегодняшней пресс-конференции, я хочу с вами поговорить, обсудить, высказать свое мнение по поводу, как я написал в анонсе, чудесных решений Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Обсудить некоторые решения, плюс предложить некоторые другие, потому что мы с вами стали свидетелями в течение последних двух месяцев, как наш уляк-доктор и, как говорится, в одной феноменальной песне, вчера увидел видеоклип про коронавирус. Как бы вроде смешно, вроде доро-шоу, вроде актер, но про уляка-доктор и цитата из одной моей передачи, из одного лайва с вами, к Дудону Маймулд, уляка-пачи-эндик, уляка-доктор, вижу, даже стала частью этой песни. И все вот эти решения, все эти рекомендации, которые были даны в разное время додоном, это одна проблема. Но когда выходит с некоторыми решениями чрезвычайно Национальная комиссия по общественному здоровью, тут уже как бы смешного мало. Какую роль играл Додон в принятии решений Национальной комиссии, решения которой есть от 25 мая, да, это постановление номер 12. Значит, мы, возможно, с вами узнаем. Но меня не интересует, кто там и что предлагал. Просто когда я, как мэр города Бельце, получаю копию решений этих комиссий, значит, ну, тут не то, что мне что-то не нравится или что-то не подходит, но просто есть пункты, которые должны возмутить любого нормального человека в нашей стране. Когда мы читали децизия этой комиссии национальной комиссии национальной культуры на Санкт-Петербурге, на 25 мая, в отраге номер 12, я, наверное, сказал, что они, в варианта русского, когда мы читали, мы сказали, что у нас было что-то тратно. коррект. Но, если мы не видели это в лимбе, то мы видим, что и все эти вещи, и традиции это корректно. То есть, все аберрации, которые были здесь, я не знаю, как они сделали все в России. Может быть, это очень важно, что эта комиссия, не знаю, какая-то идеология, какая-то пиар, какая-то доктор, какая-то жюрист, какая-то пациент, это прямо в мультиберации. Я так как сделал себе отметки в варианте на русском языке, я буду сегодня больше говорить на русском языке, хотя во всех лайвах я говорю на двух языках, я думаю, что все меня поймут, потому что я физически просто не успел подготовиться и эти же все пометки сделать в варианте на государственном языке. Итак, дорогие друзья, что мы имеем? Вчера вышел сначала уляка доктор, уляка пациент, уляка президент и как бы рассказал о том, что с 1 июня запускается хорик, спортзал, ну короче, все за исключением детских садов. Чуть позже было решение комиссии, которая как бы, ну, вышла с другим постановлением, где, ну, уляка доктор, то есть его как-то немножко решили приструнить и все, что он обещал первого, значит, они все-таки решили запустить в 15-м. Но каким образом? Я не буду перечитывать вам все решения Национальной комиссии общественного здоровья, да, но остановлюсь на тех пунктах, которые важны. Вернее, тут очень много важного касается всех граждан страны, но очень много водички, как и в других решениях. Но некоторые пункты я хотел бы с вами детально обсудить, потому что они касаются наших граждан, которые находятся в Молдове, они касаются наших граждан, которые застряли за рубежом, они касаются сегодня практически всего, практически всех граждан страны, не важно, это инструкция, например, по предотвращению заражения COVID-19 при осуществлении деятельности учреждения общественного питания, либо это о том, как должны работать коммерческие рынки, потому что одни не могут сегодня открыться, другим некуда пойти, а третьи просто вообще сидят, наблюдают и как бы боятся выходить из дому, наблюдая за трендом решения этой комиссии. Пункт номер пять в решении вчерашней комиссии. Возобновить, начиная с 26 мая 2020 года, деятельность по железнодорожной и автомобильной перевозке пассажиров в международном сообщении со строгим соблюдением следующих мер по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19. Вы поняли, да? Есть очень много заголовков в СМИ, что 26 мая, значит, возобновляется деятельность железнодорожной и автомобильной перевозки пассажиров в международном сообщении. Начал я получать два-три часа назад звонки от, например, работников украинской железной дороги, звонки от работников РЖД с вопросами, а что у нас происходит? Ну, как бы, условно, не-не-не, нас интересует касаемо перевозок. Значит, я говорю, а что, что-то не так и говорит, ну, ваша национальная комиссия приняла решение возобновить эти перевозки, но мы об этом не знаем. Мы об этом как бы узнали из из молдавских газет. Там кто-то на одном сайте прочитал, кто-то на другом. Я говорю, так, значит, я звоню на молдавскую железную дорогу. Вот знаете, ребят, вы там запускаетесь, не запускаетесь, каким образом запускаетесь. Потому что тут, кроме того, что нужно дезинфицировать полы, проверять у всех температуру и так далее, значит, еще некоторые абсолютно дебильные пункты, тут ничего нет. Значит, я узнаю о том, что они приняли решение возобновить международные перевозки, но они не переговорили ни с одним из государств, с коллегами из других стран для того, чтобы как-то скоординировать свои действия. Хочу поздравить комиссию. Вы вашим решением вчера запустили поезда. Кишню Лунгена, Кишню Лохнется, наверное. Но это точно не касается международных перевозок, потому что в Украине понятия не имеют и в России, и как бы если нас минут сорок назад в соседней Румынии тоже. Перед госпредприятию «Железная дорога Молдомы» прийти ко мне с конкретными проектами решений и с механизмами, как эти перевозки будут возобновлены. Я должен был прийти в начальник дороги в рабочем порядке и доложить ситуацию, что по результатам переговоров Украина, например, согласна только на транзит, «Россия как бы закрыта на карантин, но УАО РЖД идет навстречу». И, например, не хотят они пускать поезда в Москву, но, например, готовы пускать поезда до Брянска или до Калуги. Там Брянск очень большой узел, потому что сотни тысяч наших граждан сегодня там застряли. Кто-то из находящихся в Молдавии, граждане Российской Федерации так и не смогли попасть в России. Значит, переговорил с Украинской Железницей. Ребята, может быть, есть украинцы, которых надо прийти, давайте сделаем вагон для украинских граждан. И я уверен, что все были бы, все бы нашли общий язык. Либо пускайте нас только транзитом, либо разрешайте остановку там Канутоп или хутор Михайловский, где поезд проходит пограничный таможенный контроль, там и, например, то какие. Вообще ничего. То есть мы запустили, возобновили железнодорожные автомобильные перевозки на бумаге. Людям рассказали про то, что возобновили, но ничего для этого не сделали и не решили. Сегодня должен был выйти уже с утра министра транспорта и рассказать, что так и так в результате проведенного анализа с нашими партнерами. Куда у нас поезда? У нас же очень мало поездов. У нас Бухарест, Бухарест, Москва. Все. Понимаете? Вот так-то, так-то, так-то начнем функционировать. Пока разрешили один поезд в день и так далее. Зато смотрите, что они пишут. Значит, пункт 5 и дальше идет под пункт 5.4. Ограничение количества людей на железнодорожном и автомобильном транспорте в международном сообщении пропорционально количеству имеющихся мест в транспортном средстве. Для тех, кто, может быть, не понял сразу, о чем идет речь, я вам обещаю, что нельзя возить больше людей, чем сегодня есть место в самолете или в поезде. Скажите, пожалуйста, те, кто ездит на поезде, те, кто летает на самолете, сколько вы видели стоячих мест в самолете и сколько вы видели стоячих мест в автобусах? Я говорю про международное сообщение сейчас только. Я не говорю про Кишинев, Бельцы, Кишинев, Бричан и так далее. Хотя и национальными переводчиками, да, по городу, там на местном транспорте, там пассажиры могут ехать стоя, есть там какой-то регламент. Но даже автобус Кишинев, Окнец или Кишиневу, конечно, не имеет права брать стоячих пассажиров. А вы про это пишете. Обязательное ношение защитных масок пассажирам. Пункт, с которым я полностью согласен. Потому что маски, они не спасают от коронавируса, они спасают окружающих, чтобы тот, кто болеет этой инфекцией, не кого-то не заплевал, чтобы кто-то не заболел из тех, кто находится рядом. Да, маски носить надо. Корректировка графика движения и количества транспортных единиц во избежание скопления людей. О какой корректировке графика движения и количества транспортных единиц можно говорить, если вы не согласовали ни с одной страной, ни один автобус, ни один поезд, ни один авиарейс. Зато пишут, проверяя температуру, мыть полы хлоркой, если температура пассажиров не должна превышать 37 градусов. А до дона, у которого 41 круглый год, вы как пускали и собираетесь пускать самолет. Мне так для себя интересно. Дезинфекция поверхности салона и проверка температуры пассажиров во время выполнения автомобильной перевозки пассажиров, в том числе после каждого выполнения маршрута рейса на конечной станции. Я вам хочу сказать, что по закону, даже без коронавируса, как бывший работник Молдавской железной дороги, могу вам сказать с ответственностью, что после каждого рейса, не просто после каждого рейса, а и в пути следования, значит, моются полы, обрабатываются тамбуры и так далее. То есть для этого не надо ждать коронавируса. Это так для специалистов, которые понапринимали этих решений. То есть по транспорту вам все понятно. Открыли международные перевозки, могут ездить поезда, летать самолеты, идти корабли могут идти, но для этого ничего не было сделано на данный момент. После звонка на Молдавскую железную дорогу мне сказали о том, что им сказали готовиться к тому, что и передать всем работникам, что в отстое будут поезда стоять в отстойниках не до 15 июня, а скорее всего до 15 июля. Команда руководства, решение правительства. Пункт номер восемь. Возобновить, начиная с 15 июня 2020 года, деятельность предприятия общественного питания с соблюдением инструкций по предотвращению заражения COVID-19. И тут пошли. Что такое приложение номер два? Положение номер два это инструкция по предотвращению заражения COVID-19 при осуществлении деятельности учреждений общественного питания. Рестораны, кафе и так далее. Вот приняли о нерешении их открыть 15 июня. Дальше контроль за состоянием здоровья работников, обеспечение персонала достаточным количеством средств индивидуальной защиты, маски, перчатки, фартуки, лицевые защитные экраны по обстоятельствам. То есть можно ходить в экране, можно не ходить. Вы поняли, да? То есть такое очень узконаправленное решение вам скажу. Хочешь – носишь экран, хочешь – не носишь. Установка видимых местах дозаторов, дезинфицирующих средств. В видимых местах на входе, да, дозаторы должны быть. Это очень важно. И закрепить работник предприятия, неважно это кафе или ресторан, который обрабатывает. То есть чтобы не пускать людей, пока ему не обработают, пока ему не обработают руки. Ну так, по крайней мере, на Бельском рынке. Они даже для ресторанов это не предусматривают. Защитные маски должны меняться раз в два часа. Обеспечение использования отдельных санитарных узлов для персонала и посетителей. Запомните это, дорогие друзья. То есть персонал должен пользоваться одним туалетом и посетителей. Вроде бы ничего, но самый прикольный молдавский пункт такой, который объединяет всех кумовей, кумнатов, двоюродных братьев, троюродных сестер, бывших жен, нынешних любовниц и тех, которые родят кому-то в будущем брачных и внебрачных детей. Это пункт номер десять. В приложении номер два. Исключение скопления людей путем обеспечения соблюдения физического расстояния. Полтора-два метра между людьми. Ну сидеть в кафе на расстоянии два метра друг от друга, ну вроде написали, полтора-два метра все. Дальше. Допускается за столом обслуживание максимум четырех человек. Полтора метра расстояния между ними. То есть у нас должен быть стол. Я вам скажу какой. Значит я вот сижу с краешку, да, через два метра следит следующий. То есть короче у нас ребят должны быть во всех ресторанах квадратные столы двухметровые, где за каждым по углам должны сидеть по одному человеку. Ну так решили, говорят врачи рекомендовали. Тут спорить не буду. Значит, но в этом же пункте допускается обслуживание. А, да, за столом максимум четырех человек. И дальше. За исключением групп состоящих из членов семи первой и второй степени по прямой или боковой линии. То есть, но если ты пришел в этот же ресторан с мамой, папой, дедушкой, бабушкой, братом, сестрой, двоюродной сестрой, троюродным братом. С братом, с троюродным братом твоего двоюродного брата. И туда же пришла бывшая жена, которая родила тебе ребенка. И та, на которой ты собираешься жениться со своей мамой и так далее, то как бы это является исключением. Вот расскажите мне, стол два на два, расстояние полтора-два метра. Но если вы родственники, кумнаты, послушайте, это получается всему парламенту можно завтрашнего дня выходить спокойно организовать корпоратив на сто одного депутата, потому что 70% там кумовья, финны, ныноши, двоюродные, троюродные братья и так далее. Вы что дебилами делаете всю страну? Ладно, туалет отдельно, персонал отдельно, посетители и так далее. Но вот это вот допускается обслуживание за столом максимум четырех человек, за исключением групп, состоящих из членов семи первой и второй степени, по прямой или боковой линии. Идем дальше. Рестораны, кафе, понятно. Значит, хотя я сейчас выйду с конкретным предложением на эту тему. В принципе, чтобы закрыть тему ресторанов, лучше, наверное, рассказать сейчас. Вы знаете, что мы решением местной комиссии открыли бельские рынки. Вы знаете, что начал ходить общественный транспорт, несмотря на решение национальной комиссии. Потому что они, идиоты, запрещают транспорт в Кишиневе и в Бельсах. А как добраться людям? На хлеб завод, на молокозавод, в магазин, в аптеку и так далее. Их это не интересует. То есть вы все работаете, но без общественного транспорта. Как сказал один там в Кишиневе умный деятель, ласкорма и мержи вами не пьез. Да, можно. С ботаники можно дойти до центра Кишинева и вернуться домой. Да. Самое главное оставить дома записку. Почему не будешь сутки дома? Как бы удобно. Значит, эти меры абсолютно бестолковые. Сегодня, если говорить про рестораны и кафе, я думал, что они 1 июня откроются. Но откроются каким образом? И это мы будем обсуждать на заседании местной, то есть муниципальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. Мы будем обсуждать открытие с 1 июня всех кафе и ресторанов с предоставлением услуг только на террасах, то есть на открытых пространствах. Да, с соблюдением, например, терраса, на которой было 50 столов, сейчас должно быть 25. Ну, в моем понимании. Значит, потому что нужно протестировать, посмотреть, не повлияет ли это как-то на педагогическую ситуацию в стране. Потом можно открывать залы, банкетные помещения внутри и так далее. Значит, плюс дать поручение, как бы сделал я в национальной комиссии. Всем примарам, примариям есть заведения, где нет террас, но на этот период разрешить установку временно. Не сдавать им в аренду землю, не начинать какие-то процедуры оформления в аренду или в пользование, или там благоустройство, которое оформится за непонятно сколько месяцев. А дать людям возможность, если есть место, это не мешает пешеходам, тем более не влияет на общественный транспорт, дать возможность людям вытащить красиво эти столики возле своих заведений, дать поработать им две недели на улице, инкубационный период у коронавируса 14 дней, если ничего, дальше можно запускать. Нет, они 15-го решили и террасы, и рестораны, все. Уами не будет. Просто идиотизм. Так же, как я объяснял им правительству, что площадь центрального рынка продуктовая меньше, чем площадь метра. Там открытое пространство, сделали дезинфектанты, выходил с лайвами оттуда, вы еще видели, как это работает. Все. Порядок. И потом заходить вовнутрь. И поэтому мы будем обращаться с этим предложением к национальной комиссии, еще раз повторяю, запустить в первую очередь, и не 15-го июня, а первого, потому что сегодня столпотворение людей огромное на улицах, запустить террасы всех баров, кафе и ресторанов. И только после этого, посмотрим, какие у нас цифры будут через две недели. К раз 15-го можно будет либо запретить зал и оставить только террасы, или разрешить и то, или другое. Вот это как бы рациональное решение. Мне интересно, как эта национальная комиссия не высказалась у нас по гостиницам. Взяли бы, написали, что да, в гостиницах можно спать на расстоянии полтора метра друг от друга, спать в целлофановых мешках, желательно с молнией, как бы, чтобы не защититься полностью. И за исключением родственников первой категории, вторых, боковых, прямых и так далее. Как они это не написали? То есть, вы поняли. Мое предложение национальной комиссии, я буду встречаться со всеми экономическими агентами, потому что сейчас будут опять пугать штрафами, как бельских водителей, как работников рынка, торговцев, то, что будут всех пугать штрафами 22 500 лет и так далее. Значит, я завтра же встречусь с экономическими агентами, владельцами ресторанов и бара бельцев, с ними это буду обсуждать. Я думаю, у каждого там есть юрист, адвокат, будем отбиваться. Но дальше следовать этому дебильному плану, по-другому его не назовешь, значит, ну, как-то у нас нет желания. Они завтра могут принять, они завтра могут понапринимать еще другие решения. Они себе сказали, там проголосовали, пусть ждут 15-го числа. Нет, ребят, ситуации меняются еженедельные, нужно предпринимать какие-то конкретные меры. Пункт номер 9. Это из рубрики «Чудесные решения национальной комиссии». Возобновить, начиная с 15-го июня 2020 года, деятельность спортзалов и фитнес-залов. Внимание! Без пользования раздевалкой, душам, бассейнам, при строгом соблюдении следующих мер. Короче, ребят, товарищи культуристы, товарищи любители и члены групп здоровья по всей стране, вы можете начинать, согласно решению этой комиссии, с 15-го июня ходить в спортзал. Вы одеваетесь дома, желательно, особенно если холодно на улице, в какие-нибудь ритузы, спортивный костюм, там водолазку, вы приходите в спортзал, вы там тренируетесь, вы должны вспотеть, как лошадь, от вас должно вонять через дорогу, потому что вам нельзя пользоваться ни раздевалкой, ни душами и так далее. Вы что, дебилы, те, которые предложили такое решение? Когда сегодня, например, обязательно для того, чтобы пользоваться фитнес-залами, фитнес-клубами, значит, нужно приносить с собой сменную форму, которую после каждой тренировки там мусорный пакет сложил там и так далее. Значит, этот человек, он выходит, должен сесть в троллейбус или в маршрутку, так, чтобы весь троллейбус и маршрутка на него смотрел, потому что, видите ли, нельзя купаться, пользоваться душами, значит, в этих фитнес-залах, вы понимаете? Но заниматься можно. Потом же президент выйдет и скажет, да, ребят, можно, качайтесь, будьте здоровыми, ходите в зал, но ходите не мытами. Игорь Дадон, если ты уже вляк и доктор, дай хотя бы чуть-чуть свободы людей, пропишите в этом решении, что можно носить с собой бутылочки с жидкостью до 0,5 литра для того, чтобы подмыться на улице. Ну, возле любого фитнеса, есть же какие-то кусты, троллейбусные остановки, какие-то задние дворы. Напишите уже людям, чтобы подмываться там было. Можно, то есть это разрешено и так далее. Чистый идиотизм. Тем более, значит, между тренажерами расстояние 2 метра. Ок. Соблюдение физического расстояния. Какого? Ну, тоже нужно ходить с этим, с линейкой 2 метровой по кругу. Ну, не уточнили. Обеспечение персонала средствами защиты. Обеспечение дезинфицирующими расстояния. Короче, вот опять, после каждой тренировки путем использования одноразовых салфеток дезинфицировать каждый тренажер. Ок. Так вот, продумайте же такой же регламент, если вы открываете фитнес и спортзалы, и не делайте людей дебилами. Понимаете? Оф. Ограничение количества людей, участвующих в одной тренировке. Понятно. Значит, как они это открыли, вы поняли. Хотя сегодня, я вам скажу, что туалеты душа, значит, туалет и души. Как вы считаете, где они лучше выглядят и где больше следят за санитарными нормами? В душе и в туалете фитнес-зала или на каком-нибудь рынке, в каком-нибудь городе или райцентре? Вы же понимаете, фитнес-залы, это, ну, частные инвестиции, это люди следят за чистотой, за порядком, потому что они в стране все частные эти фитнес-залы. Может быть, есть где-то государственные, но я об этом не слышал. то есть нельзя пользоваться душем, ходить в туалет в фитнес-зале. Зато они пишут, что с 1 июня они открывают рынки в Бельцах и в Кишиневе. Додон нам вчера сообщил, что в Бельцах открываются рынки с 1 июня. Победа. Хорошо, что Додон вчера не сказал, что троллейбусы начнут в Бельцах. Игорь Николаевич, рынки работают, общественный транспорт ходит по выходным. Все в порядке. Все в порядке. Но, касаемо открытия рынков, дорогие друзья, значит, на рынках, внимательно, это инструкция о мерах предотвращения заражения COVID-19 на коммерческих рынках. То есть в Бельцах и Кишиневе, которые открыты, и те, которые открыты по всей стране. И тут пункт номер десять. Обеспечение надлежащей функциональности санитарных узлов, туалетов, раздевалок на территории рынков, павильонов и их постоянное обеспечение растворами, дезинфицирующими средствами, подключение к сетям водоснабжения, холодного, горячего, системе канализации. Да, у нас на рынках в Бельцах и в Кишиневе ведра стоят, у нас нет канализации, нет водоснабжения, да, Игорь Никольевич, по твоей версии и твоей комиссии. То есть в фитнес-залах у нас плохие души, раздевалки, а на рынках они будут хорошие. Вы понимаете? Вот этот пункт, он должен быть там, где инструкции, на каком основании будут функционировать фитнес-залы по стране. Про дезинфекцию, про горячую воду, холодную и так далее. Значит, про раздевалки, которые на рынках работают. Как на рынках это оказывается должно быть, а в фитнес-залах это как бы не должно быть. Значит, коммерсанты, продавцы на рынках должны требовать от покупателей соблюдения физического расстояния не менее одного метра. В спортзалах два метра, на террасе в кафе полтора-два, а на рынке один метр. Почему написано здесь, что все продавцы обязаны быть в масках, перчатках, иметь дезинфектанты и так далее. Это у нас в Бельце, кстати, все есть. Но ничего не написано про покупателей. То есть в пассажирском поезде, в самолете человек должен быть в маске, а человек, который приходит на рынке, не должен ее носить. Вы с ума сошли? Как раз покупатели на рынках должны их носить и на входе, вот как наши работники обрабатывают им все руки. Хорошо, что вы не написали в спортзал ходить, в скафандре или с девятислойной какой-то маской. Чистый идиотизм, расстояние, метр на рынке это нормально, а в спортзалах должно быть два. В ресторанах такой же. Что тут еще из творчества? Да тут есть еще творческие пункты, но по мелочам. Но, уважаемые владельцы, еще раз обращаюсь к владельцам ресторанов, кафе и Бельцах по всей стране. Давайте как-то собираться и находить пути решения. Я предложил путь решения 1 июня запустить террасу. Мы уведомим национальную комиссию по чрезвычайным ситуациям. Мы это будем обсуждать, либо мы будем обсуждать это на заседании нашей муниципальной комиссии, национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. И давайте как-то готовиться, если они хотят всех наказывать через штраф, то есть то, что они там пытались делать с водителями троллейбусов, то есть они выписывают, чтобы вы понимали, на администратора рынка как на администратора, потом на него как на физическое лицо. Также по несколько протоколов троллейбусными и так далее. То есть нас умеют только пугать для того, чтобы те, кто боятся, быстро заплатили штрафом, а для других потом выйдет царь Дадуан и скажет, ребят, много тяжело людям, а мне все. И Дадуан спаситель нации. Сам дебилизм этот придумал по 1100 евро с физического лица, для того, чтобы потом выйти и всех спасти. Как участник очередной спецоперации с кульком, не кульком и так далее. Кулек надо одевать Дадуану на голову, ребят. Ему надо давать, тогда, по чуть кислорода, так, чтобы мозг не отключился полностью. Но это просто какой-то безумие. Значит, смотрю новость. Седьмого, восьмого вся Молдова готовится к родительскому дню. То есть в рестораны, террасы пятнадцатого дня. Родительский день седьмого, восьмого. Правильно. Нам же не хватает сегодня репортажей. Женщины в тигровых платьях таких, шпильки, сумки с едой. Так, чтобы увидеть, выпить по стакану с родственниками. Как там написано? Это шедевр. Значит, допускается обслуживание за столом максимум четырех человек, за исключением групп, состоящих из членов семи первой и второй степени по прямой и боковой линии. По прямой и боковой линии все кладбище родственников, чтобы вы знали. Абсолютно все. И тех, которых похоронили, и те, которые приходят живыми сегодня ухаживать как бы за их могилами. Там все родственники. Все, можно всем наржаться, забугать. В рестораны нельзя. Туалеты, души, раздевалки в фитнес-залах запрещены. Пассажирские перевозки международные у нас разрешены. На канале Discovery. Тот, кто хочет поехать в Париж, включайте Discovery и можете посетить любую страну мира. Ну, так они думали, наверное, как бы. Или как бы сесть в поезд, Кишинев-Москва, и плохо нет Циповича начальником дирекции по обслуживанию пассажиров. Я бы дал задание Циповичу, Коля, катай людей с Кишинева до Окницы, и потом оттуда уходите как-то на басарабяску, а на поезде пусть будет Кишинева-Москва, чтобы люди, которые видят, все, а, межитрену, Кишинев-Москва, вот это нормально. Просто дурдом какой-то. То есть, смотрю, заявление там смотрел, там, ритуальные агентства, предоставляющие там ритуальные услуги, работа стала намного меньше. С таким улякой доктором, как Додон, начнутся массовые захоронения осенью. Еще два-три месяца он будет рулить ситуацией. Значит, и работу он им, наверное, хочет организовать. Может, Додон втихаря покупает все похороны агентства, я не знаю, вместе там с некоторыми другими бизнесами. Заболел социалист от ПСРМ, Рыжканский, Мездренко Владимир. Все Рыжканы в шоке, чтобы вы понимали. Все Рыжканы в шоке, потому что он, оказывается, мне говорят, был из тех, кто не верил в коронавирус, он верил только в 5G и прямую связь с Марсом. Говорит, нет, давай обнимемся. Короче, эти дни этот Мездренко пообнимался с комиссаром города, председателя районов, с половиной советников городских, районных, бабушек, дедушек и так далее. Оттуда звонят люди и говорят, слушай, тут на самоизоляцию надо отправить человек 600. Они все пошли сдавать тест на коронавирус. Я говорю, послушайте, я тоже сдавал после поездки в Лондон тест на коронавирус. Как бы все же, уже все сказали, в мире для дебилов сказали, что, ребят, инкубационный период минимум 14 дней. То есть тест может сегодня комиссару, председателю района другим показать негативный результат, и может завтра стать позитивным, а может через неделю. У людей есть деньги проверяться каждый день. Нет, надо всем уйти на самоизоляцию, но они про это молчат. Они про это молчат. Они взяли, выбрали в парламенте для того, чтобы Додон получил передышку, связанную с выходами депутатов и так далее. Взяли, выбрали самого жирного, самого молодого Женя Никифорчука. Увидели, по здоровью подходит. Никифорчук правильно написал, что он опубликовал тест на коронавирус, что он реально заболел, чтобы не было спекуляций, что они болеют. Женя Никифорчук провел все эти годы рядом с Костей Ботнери, который всю жизнь в молодости. Девушка, бросьте кубики, угадайте где шарики и так далее. Костя профессиональный наперсточник. Я не удивлюсь, если Никифорчук, там два варианта. Первый, взял мазок у больного в больнице и заболел. И второй вариант, что мог бы заболеть, потому что они выбрали самого молодого, самого здорового. Дякову иди дай хотя бы, дай даже 10 миллионов долларов и скажи, Дмитрий Борисович, надо заболеть коронавирусом, чтобы как-то на две недели выиграть паузу, отправить в парламент, надо самой залезать и так далее. Дяков бы дал еще 20 миллионов додону сверху и скажет, слышь, додон, иди сам болеть, дурак как ты. Понимаете? Поэтому вот эта ситуация, которую мы сегодня имеем. Весь мир говорит сегодня, очень важный момент, дорогие друзья, говорит о том, что осенью нас ждет вторая волна коронавируса. И об этом сам говорит оляк и доктор Додон, поэтому, может быть, опять чрезвычайное положение, выборы могут принести Додон. Я могу бесконечно говорить о решениях твоих инициативах и о решении твоей комиссии, но не буду этого делать. Если ты сам, Игорь Додон, даже ты согласен со всем миром, что осенью будет вторая волна, зачем нам ждать осень, чрезвычайное положение, вторая волна, хаос с президентскими выборами, сто процентов будут досрочные парламентские и так далее, Игорь Додон. Сегодня мы, граждане страны, даем тебе уникальный шанс. Поддаешь в отставку завтра. Получается, что можно проводить досрочные парламентские выборы. Если ты подашь в отставку сегодня, если не говорить о второй статье Конституции, о выходе на улицу, чтобы мы тебя всей страной отправили, то это единственный юридический выход. Что ты говоришь там, Додон? Если у нас большинство перерастет в меньшинство, то тогда можно делать досрочный выбор. Ты что, дурак? Нет, Игорь Додон, мы не хотим идти по твоему сценарию. По твоему сценарию мы уже жили, лечились, становились богатыми и бедными. Сегодня только богатыми стал ты и твое окружение, а обнищала вся страна, начиная простыми людьми, заканчивая бизнесом. Нет, Игорь Додон, ты подай в отставку завтра. Я выйду, я даю слово сейчас перед всей страной, что я выйду и скажу спасибо, Игорь Николаевич Додон. Ты как бы сделал что-то первое для страны. Я выйду и публично поблагодарю Додона за это мужественное решение. Ты пойдешь в отставку. Зачем нам ждать осени чрезвычайного положения второй волны коронавируса, когда мы можем 1 сентября провести досрочные парламентские и президентские выборы. А можем их провести еще раньше, Игорь Николаевич. Можем провести их 27 августа. Как тебе такой вариант? Ты скажешь, нет, 45 дней на избрание правительства, не успеваем досрочные. Хорошо, давай проведем президентские. Представляешься, ты на 3-4 месяца меньше поживешь к Андрице, будешь ходить в президентуру, меньше сожжешь света, меньше потратишь денег, меньше будешь ездить на кортежах по спаханным полям, которые еле-еле пережили засуху. А, Игорь Николаевич, слабо? Потому что ты на это не пойдешь, пока мы тебя не попросим всей страной, или мы пока тебя не прогоним всей страной. Потому что ты являешься человеком, которому даже если на кону будут стоять 10 тысяч жизней граждан Республики Молдова, но ты поймешь, что благодаря этому ты можешь побыть президентом на 3 часа больше, то тебе наплевать будут на эти 10 тысяч в жизни. Потому что ты, я говорю, твой, кто такой Игорь Дедон? Игорь Дедон – это царанщик, да, который как бы просто… Если человек кайфует от того, что ездит на квадроцикле по родному Садово с мигалками, с охраной, с куметру петь и пес сакам вина, кумет в труфеге заезжает на щуреек, боец у призывок, сопровождение эскорт… Дедон не то, что обещал в программе у Голи, что когда он станет президентом, будет ездить без мигалок, как все люди. Он сегодня, поверьте мне, если бы у нас бы разработать закон о том, что можно ездить с мигалками за деньги, Дедон будет платить даже тысячу евро в час, вот будут платить 10 тысяч евро в день, 350 тысяч будут воровать из них, 300 тысяч будут отдавать только, чтобы ездить с мигалками, понимаете? Я просто Игорю Дедону напоминаю, что то, что он увидел в Москве, еще раз, Игорь Дедон, в Москве тебя охраняло очень много охраны, когда ты приезжал к президенту Российской Федерации, чтобы ты не смылся, чтобы ты не убежал. Тебя не охраняли столько людей для того, чтобы с тобой что-то не произошло. Как кто-то тогда сказал на Красной площади, я это как-то рассказывал, «Слушай, а что столько охраны у Дедона? Так, чтобы не свалил, понимаете?» Поэтому, Игорь Николаевич, чтобы не дошло до того, что тебя будут охранять бесплатно в СИЗО номер 13, либо в другом пенецициарном учреждении страны, не накаляй ситуацию. Давайте мы быстро через все это перешагнем. Мы сегодня, не попадет парламент, партия Швора, не попадает Демпартия, не попадает ПРО Молдова. Ты понимаешь, что ты сегодня, подав в отставку и спровоцировав досрочные президентские и парламентские выборы, ты сегодня сделаешь все для того, чтобы большая часть коррупционеров из молдавского парламента для начала ушла бы в историю молдавской политики, и оттуда прямиком уже кто в какой СИЗО и кто на сколько лет, это уже решит генеральный прокурор и молдавские суды. На тему того, что происходит с молдавскими судами, кстати, очень важно. Значит, я как-то говорил про флешку, когда кулек вешал у тебя перед парламентом. Значит, здесь отчет, сделанный судьями Куртия Диопелки Шинова, Высшей судебной палаты, некоторыми работниками Минюста о том, как Игорь Дадон полностью сегодня, почти полностью, не надо сказать, начал контролировать молдавскую юстицию по методистике Плохотнюка. Это отдельно будет пресс-конференция с фамилиями, именами, кто с кем, за что отвечает Лебединский, значит, Грубаревы, Василий Капетру и так далее. Всех этих героев, особенно тех судей, которые были у Плохотнюка и незаконно издевались и казнили, покалечили десятки, если не сотни человеческих жизней, мы о них поговорим на отдельной пресс-конференции. Сейчас, еще раз, дорогие друзья, мы должны с вами все объединиться. Я бы сказал свое мнение касаемо решения вот этой национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью. И главное, что не нужно ждать осенью. Нужно требовать сейчас нам от Додона и от всей тех, кто находится в парламенте и правительстве, и досрочных президентских выборов и парламентских. Три месяца. Для Додона я понимаю. Три месяца. Сейчас посчитаем. Идем от обратного. Значит, с учетом второго тура, значит, Конституционный суд должен высказать. Ну, короче, отнимаем весь ноябрь, октябрь, сентябрь. Три месяца. По два миллиона евро в месяц. Да, Додона, это минус шесть миллионов евро. Ты недополучишь. Но ты сделаешь счастливыми миллионы граждан нашей страны. Потому что ты проиграешь эти выборы, Игорь Николаевич. Все признают и, слава Богу, признал и ты. Но давай сегодня не закапывать эту страну до конца и не делать с ней то, что с ней делал в прошлом Плохотнюк и другие мародеры и насильники в нашей стране. Ты же выходишь и говоришь, что вот усатый с Шором, с Канду, с Плохотнюком против президента. Представляешься, Игорь Николаевич? Я говорил и повторяю сейчас для тебя еще раз отдельно. Есть основания законно сегодня запретить некоторые политические партии, значит, как партии, которые являлись не политическими партиями, а организованной преступной группой, то, о чем говорил господин генеральный прокурор. Их сегодня даже можно запретить. Но даже если ты боишься запретить, потому что у тебя в каждой из этой групп есть какой-то личный интерес, значит, идем на досрочные выборы, из них никто не проходит в парламент. А Игорь Николаевич, ты говоришь везде, что наша партия не пройдет в парламент. Наша партия будет в следующем парламенте. Но если бы это даже было правдой то, что ты говоришь, я говорю о досрочных выборах парламентских с прошлой осенью, когда вы рисовали на полтора-два процента вопросов и так далее. Потому что я реально хочу что-то изменить для страны. Я не сижу так, как некоторые. Десмайштептем, Ужумай, Диану, Нансен, Крест партии, Десамфакш, Ну, мы первым смерчем натечипать. Вот это подло и это мерзко. Если реально вы все в парламенте хотите, часть из тех, кто находится в парламенте, изменить жизнь в нашей стране, и чтобы в Молдове произошла полная перезагрузка, в первую очередь политическая, то сегодня только досрочный выбор. И представляешь себе, Додон, никто из этих плохишей не проходит. Некуда будет покупать, незачем будет покупать, кого-то, может их некуда будет определить и так далее. Все эти покупатели, продавцы, и те, которые ты боишься, что от тебя сейчас бегут, они все остаются на улице. На тему спецоперации Игоря Додона. Игорь Додон по заданию общался с плохишом. Значит, Игорь Додон, я если когда-то общался с плохотником его людьми по заданию, это все оформлено в определенных структурах. Касаемо тебя ни разу не было ничего оформленного. Были просто отчеты о том, что Додон по секрету берет бабки там-сями и так далее. Перестань чесать. И то, что ты полный чайник, и ни о каких заданиях и речи быть не может, я тебе сейчас тоже докажу. Вот вчера ты вышел, и позавчера, вот, хотели купить четырех депутатов-социалистов, одни обратились в прокуратуру, Додон на совещание, говорит, СИБ начал контрольные закупки, чтобы кого-то поймать, кто продается и так далее. И это говорит человек, который вам рассказывает, Додон, что он участвовал в спецоперации. В какой спецоперации участвовал этот? Шуклеш. Потому что он максимум, в чем участвовал, это стал на шухере, когда кто-то ворвал сливы или яблоки в колхозе. Понимаете, это все, в чем он мог участвовать. Если бы реально хотели кого-то посадить, дорогие друзья, Чиня, Центр по борьбе с коррупцией, МВДСИП, раз, посмотрели, кого покупают, при передаче денег пришли, треснули, и я бы еще вышел и бы сказал, так, а теперь все те, кто продались до сих пор, даю вам неделю вернуться, иначе уедете вместе с этими воронки, которые занимались, вот так проделаться работа. А когда вы хотите, вот хотят купить четырех депутатов. Додон, так можно говорить в оппозиции. Но когда у тебя Чиня, МВДСИП, так говорить нельзя. Ты должен был задержать кого-то. А ты сидишь, верещишь на всю страну и СИБу даешь задание контрольную покупку. Сейчас все, я думал, легли на дно те, кто этим закупались, потому что после заявлений этого у ляко-доктора, у ляко-пациента, у ляко-президента, как бы у людей, я так понимаю, появились какие-то сложности. Да мне фиорежьте. И это президент страны, гарант безопасности, который не в состоянии был организовать, продумать операцию. Я бы это сделал в течение двух-трех дней. Взял депутата, заслал на какую-то туда тусовочку, чьих с ним договорились ночью, в первую же ночь его оформили на следующий день, когда приносит деньги, уже бы задержали бы. На вторую ночь бы человек сдал всех, которые в этом участвовали. На третий день, уже исходя из того, какие он показания дал, и какую он может принести пользу, либо угрозу, принимается решение отправить его на 30 суток в СИЗО 13, или на домашний арест. Вот так делается тогда, когда хочешь что-то сделать. Да-да-ка и стоит. Фонарь Иванович. Дорогие друзья, те, кто находится онлайн, делайте, пожалуйста, репосты. Я хочу, чтобы эту информацию довели до всех граждан страны, потому что только объединившись, и только вместе требуя права для владельцев ресторанов, кафе, владельцев общественного транспорта, диаспора, которая находится заблокированная за рубежом разных стран мира, будете дальше молчать, Додон вас на Новый год привезет домой, в лучшем случае. И то, если будет, скажет, что температура должна быть на улице минус 30 минимальная, чтобы все могли приехать домой. И весь тот идиотизм, который вы видели, он продолжается, все должны объединиться. И главное, у нас должна быть одна единственная национальная идея, досрочные президентские и парламентские выборы. Вместе, ребята. И Додон, если ты не совсем конченный негодяй, возьми, подай в отставку и дай нам это сделать, пока не появилась реально вторая волна коронавируса в Молдове. Я вас всех обнимаю. Мы вместе. Сила в правде. Мы обязательно победим. Делайте, пожалуйста, репост. Огромное еще раз вам всем спасибо. Пока.